Погода ухудшится, предупреждают спасатели. В ближайшие два дня пройдут дожди, грозы, порывы ветра достигнут 16-18 метров в секунду. Как пишет полиция БРУ, станет прохладнее. Уже завтра во многих районах края будет не выше 18 градусов тепла. Бывший опер из Барнаула попался на взятки. За эти деньги он обещал решить проблемы с коллегами, сообщает комсомольская «Правда Барнаул». Теперь уже бывший оперополомоченный из Новосибирска, который ранее работал на Алтае, скоро окажется на скамье подсудимых. Используя свое служебное положение, полицейский предложил Барнаульцу передать ему взятку в 300 тысяч рублей за якобы решение с оперативниками края вопроса о прекращении проверки, сообщает в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по региону. В действительности же заниматься его проблемами не собирался, а деньги хотел потратить по своему усмотрению. Но все сорвалось, когда экс-полицейский должен был получить часть взятки, его задержали. Сейчас он находится под стражей, расследование продолжается. 20 педагогов из Алтайского края получат по 200 тысяч рублей. Деньгами их поощрят накануне Дня Учителя. Пишут аргументы и факты на Алтай. На федеральном уровне в рамках конкурса отбирали учителей школ, которые реализуют образовательные программы начального, основного, общего и среднего образования. В итоге от Алтайского края выбрали 20 педагогов. Каждому Министерство просвещения России перечислит по 200 тысяч рублей. В список попали 4 педагога из Барнаула, лицеев номер 74 и 129, 40-й гимназии, школы номер 117, а также учителя Избийска, Славгорода, Заринска, Новоалтайска и районов края. Татьяна Голубева. Наши новости. Татьяна Голубева. Наши новости.